Все очень и очень прозрачно. Налогами облагается только то, что получено в Сингапуре. В автоматическом режиме происходит обмен информацией обо всех гражданах Российской Федерации. Это не офшор, это реальная площадка для того, чтобы развивать бизнес. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим о Сингапуре, насколько действительно он является налоговым раем для предпринимательской среды. Итак, государство Сингапур стало независимым государством с 1965 года. И занимает территорию чуть больше 725 квадратных километров. Совсем-совсем маленькая. В последнее время у них настолько тяжело с территорией, что им приходится намывать территорию в море. Насыпные острова с соответствующей ценой квадратного метра. Но мы сегодня поговорим о том, почему с юридической точки зрения Сингапур, именно Сингапур, не является офшором. Во-первых, в последнее время мы видим взрывной рост именно азиатского рынка. И очень многие предприниматели сейчас переориентируют все свои продукты и весь свой бизнес именно в эту часть света. Сингапур, Гонконг, Китай тот же самый. Очень выгодно, если ты занимаешься именно этим направлением, иметь компанию резидента именно в Сингапуре. Если даже сравнить с самим Гонконгом. Почему? Дело в том, что Сингапур является членом группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ. Кстати говоря, Российская Федерация тоже. Но на нас это сильно не сказывается почему-то. Ну и естественно, те условия, которые созданы в том числе и в налогообложении, очень сильно привлекают предпринимателей. Какие это условия? Самое первое – это территориальный признак начисления налогов. То есть налогами облагается только то, что получено в Сингапуре. Даже если вы иностранная компания, в Сингапуре будут облагаться только те доходы, которые либо получены в Сингапуре, либо получены от сингапурских компаний, либо с денег, что важно, которые лежат в банках Сингапура. При этом есть целая программа, так называемая корпоративные налоги, по которым до трех лет возможно либо понижение ставки налогов, либо вообще освобождение от них начинающим компаниям. Сингапур подписал более чем с 80 странами мира соглашение об избежании двойного налогообложения и с Россией в том числе. Соответственно, если компании-резиденту Сингапура будут перечислены дивиденды от иностранной компании, то они облагаться налогами вообще не будут, потому что они были обложены налогами там, в той компании, где они были заработаны. Почему Сингапур отсутствует в этих списках, черных списках офшорных зон? Да все потому, что с 2018 года Сингапур активно обменивается в автоматическом режиме финансовой информацией о своих нерезидентах и резидентах. Это соглашение было подписано 51 страной, в том числе и Российской Федерации. И теперь для того, чтобы получить ту или иную информацию о финансах, если есть подтверждение того, что гражданин Российской Федерации имеет счета в Сингапуре или имеет какой-то бизнес в Сингапуре, достаточно просто запроса в электронном виде из налоговой. Не нужна процедура, связанная с правоохранительными органами, не нужна процедура судебная, не нужно доказывать или подозревать в совершении какого-либо преступления, просто посылается запрос и в автоматическом режиме происходит обмен информацией обо всех гражданах Российской Федерации. Вот так все стало прозрачно и просто. Кроме того, на законодательном уровне закреплено, что все компании, которые являются резидентами Сингапура, обязаны ввести реестр реальных бенефициаров. Прямо так. И есть очень суровая ответственность, в том числе и уголовная, за то, что эти данные не будут соответствовать действительности. Как-то сами они там все это проверяют. Еще раз, не просто реестр акционеров, а реестр реальных бенефициаров, конечных. Вот так. К минусам всего этого великолепия можно отнести климат, очень высокая влажность. Удаленность от Европы и Америки. Очень сложно добираться долго, далеко. Высокая стоимость офисов и, конечно же, жилья, просто баснословное. Территория государства очень маленькая. Кроме того, не забываем, что именно в Сингапуре осталась смертная казнь, как вид наказания. Дальше. Для того, чтобы обладать автомобилем в Сингапуре, нужно заплатить единовразово налог 140% от стоимости этого автомобиля. Вот так они борются за экологию. Ну и, наконец, в Сингапуре запрещено двойное гражданство. Только если ты станешь гражданином Сингапура. Все это ставит под некий вопрос, а стоит ли так серьезно рассматривать локацию в Сингапур для того, чтобы развивать там свой бизнес и вообще туда переезжать. Но для специалистов очень просто получить визу рабочую на один год. Это действительно правда. Таким образом, мы видим, что если вести бизнес прозрачно и честно, и вы нацелены на азиатский рынок, конечно, штаб-квартиру или какой-то бэк-офис небольшой лучше иметь конкретно в Сингапуре. При этом понимаем, что все очень и очень прозрачно. И ваша страна, будь то Российская Федерация или еще какая-то другая, будет получать в режиме практически реального времени всю информацию о том, какие счета вы имеете и какое движение денежных средств на этих счетах. Это не офшор. Это реальная площадка для того, чтобы развивать бизнес. С вами был Корнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай. Уважаемые дамы и господа. Специально для вас я создал обучающий ресурс Корнев.Москов. О том, как защитить себя, своих родных и близких, свой бизнес от полиции и налоговой. На ресурсе я собрал видео-лекции, запрос документов, повестка, обыск, выемка. То есть то, с чем мы, живя в России, постоянно сталкиваемся. В своих видео-лекциях я более подробно, чем на своем ютуб-канале Корнев и партнеры, раскрываю эти темы. Даю конкретные инструкции, правила поведения на примере реальных документов полиции и налоговой. С тем, чтобы минимизировать все негативные последствия. Фактически, это одночасовые лекции по цене 1599 рублей. А для тех, кто хочет со мной познакомиться лично и может приехать в Москву, я провожу 4-часовое обучение в мини-группах. Защита прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Стоимость 35 тысяч рублей. Ну и для собственников крупных бизнесов я провожу личное, корпоративное, 6-часовое обучение их персонала на тему поведения сотрудников при выемке обыски в офисе на допросе-опросе в полиции и налоговой. Езжу по всей России. Провожу это обучение с учетом специфики именно вашего бизнеса и вашей компании. Заходите по ссылке, выбирайте, что вам нужно, оплачивайте и до встречи.